И семь. Ебись, а ну-ка, идем, Григорьич. Сегодня подискутируем на такую тему по непосредственно анализу биткоина, по прогнозу биткоина. И хочу отметить, что все это полная хуета. Смотри, Григорьич, без цензуры. В чем вообще смысл таких каналов, такого контента? Первое, это самая реализация в этой сфере. Второе, это продвижение криптовалютных бирж. Третье, продажа в телеграм-группах, телеграм-каналах биткоин-прогнозов. Или в целом прогнозов по криптовалюте. И хочу отметить, что ни один прогноз в реальности по биткоину, он в целом не сбылся. Начиная с 2015 года. Это игра на вероятность. И не более того, никто не знает, сколько будет стоить биткоин завтра, послезавтра, через неделю, через два месяца, через три месяца. Все это не более, не менее, чем одно большое шоу. Шоу коммерческая реклама и непосредственно же, конечно, продажа этих прогнозов. Реклама самой криптовалюты разных проектов, прогнозы по биткоину и прогнозы по той же криптовалюте в телеграм-каналах. То есть, не вздумай, блядь, покупать подписку в каком-либо из телеграм-каналов. Лично я покупал, проверял, смотрел. И никаких там реальных прогнозов, на которых можно было бы заработать, нет. Просто очевидные вещи. Просто очевидные вещи. Притом, разница по прогнозу в цене просто конячая. От 300 долларов до, к примеру, там было даже до полутора тысяч долларов. Что это, блядь, нахуй за прогноз? Если бы там прогноз был, друзья, условно говоря, биткоин 23 марта в 12.00 будет стоить столько-то, столько-то с разницей в 50 долларов. Молодец, респектую, я заработал денег. Ну, когда, блядь, у тебя, у них делается пост, к примеру, так же, что 22 или 23 марта биткоин будет стоить плюс-минус, там, в косарь долларов. Что это за прогноз? Люди заплатили деньги немаленькие. 100 долларов в группе, блядь, 700 человек. Умножаем 700 на 100 долларов, сколько это будет? И в целом, как раз-таки на этом и зарабатывают. Зарабатывают на лохах. И лохов, если в общем плане говорить, да, именно в этой сфере, настолько много, насколько это возможно. Люди еще жопой аплодируют, когда что-то выстреливает. Но на самом деле, человек, когда дает тот или иной прогноз, он говорит несколько вариаций событий. Какой зашел, вот именно о нем я вам и говорил. Вот, я думаю, вы уже это много раз слышали. Ты, Григорьич, уже давно тоже, как и я, смотришь эту всю хуйню. И тебе вот уже, именно в этом плане, в целом, не нужно объяснять, что это всего лишь шоу. Шоу, через букву О. О, шоу, и не более, не менее того. То есть, прогнозы по биткоину, это не есть последняя инстанция, на которую нужно опираться. Сколько людей, столько и прогнозов. К тому же, если ты знаешь, ну я сомневаюсь, что ты знаешь людей, которые торгуют или торговали на реальных рынках, да, нефтью, золотом, серебром и тому подобное, да, то есть, план ты понял. Вот, они тебе скажут, что вся аналитика, весь технический анализ, который применяется там, в крипто, блядь, индустрии, он вообще не уместен. Он попросту здесь не заходит. Почему? Потому что неравномерно все здесь распределено. То есть, к примеру, если взять биткоин, на самом деле, крупный держательный биткоина достаточно маленькое количество людей. И, к примеру, также, если взять, что биткоин прям вот на днях с 20 тысяч скаканул там буквально за пару дней до 25 тысяч, нужно понимать, что розничный, блядь, инвестор не может, блядь, он не может поднять цену в 5 тысяч долларов по биткоину, собрать, блядь, капитализацию, да, никак, никак вообще. То есть, его покупали крупные индустриалы, там, инвестиционные фонды, да, и крупные миллионеры, может, даже, там, блядь, шейхи арабские, но никак не розничные инвестора, которые там работают где-либо, блядь, на вахте и красят заборы. То есть, простыми тебе понятными словами говорю. То есть, хотя, хотя, как раз-таки, по данному моменту было достаточно большое количество прогнозов. И прогнозы были как раз-таки в минус по биткоину, то есть, большая часть людей, кто делает контент на биткоине, они говорили, что биткоин будет там 19, 18, 17, снова может откатиться до 15 тысяч. В итоге этого не произошло, биткоин улетел до 25 тысяч с лишним долларов. Где, блядь, вообще, откуда вообще у человека берется информация о прогнозе? То есть, я говорю еще раз, это не более, не менее, чем шоу. С 2015 года ни один биткоин прогноз не сбылся. Да, можно задаться вопросом, ну откуда же тогда у него деньги? Вот он торгует, он показывает довольно-таки весомый баланс. Объясняю. С 2018 по 2020 год, те, кто сейчас ведет в целом блоги по криптовалюте, они покупали в то время криптовалюту по дешману. И вся эта криптовалюта дала как минимум 200-300 иксов, то есть, того времени. То есть, если вы тогда зашли, купили полигон, токен, условно, тогда он еще матик назывался, там, за рубль, он дал, блядь, 236 иксов. Если вы покупали его, условно, на 400 тысяч, вы, блядь, возьмите и умножьте 400 тысяч, умножьте, блядь, на 200 даже. Даже не на 230, там, да, на 200. И какая сумма у вас была бы сегодня на балансе. И потом они такие, ага, а давайте-ка я буду делать прогнозы и буду еще рубить бабки. То есть, что это даст? Это даст, так скажем, такую буферную зону, где, если человек, который ведет эти прогнозы, условно говоря, потеряет какую-то большую сумму в тех же биткоинов или в любой другой криптовалюте, он докупит ее как раз-таки с продажи этих платных, блядь, прогнозов. И в основном криптовалюту покупают как раз-таки с продажи платных прогнозов. То есть, вот, ребята, в чем смысл вообще всех этих видеороликов. Также большое влияние является на, так скажем, на создание данного контента. Это информационное поле. То есть, что там с ФРС, что там с МРС и тому подобное. Я могу сказать, то, что в целом, это тоже все фикция. То есть, процентные ставки и тому подобное. Это просто все фикция и не более того. Подайте загрузки сейчас, посмотрим, кто здесь еще новенького. Так, ага, два часа назад биткоин адепт тут все жгет у нас. Покажи бабки, бабки покажи. Хули мне эти графики. Ты деньги, блядь, покажи, что ты, блядь, что-то заработал. Да, к примеру, условно говоря. То есть, никакого негатива никому никогда не испытываю. Вот у меня манера общения такая, к сожалению или к счастью. Но, блядь, вот красивый трейдер, блядь, откуда взялся, хуй его знает. Блядь, вот, блядь, я вот смотрю и, блядь, такие каналы создаются и штампуются просто, блядь, десятками и десятками. То есть, крипторакета, блядь. Ну, крипторакеты я уже слыхал, но тоже, блядь, ну, блядь, ну, блядь, ну, я, 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 ребята, не знаю, не смотрю я, байвит, блядь, самая лучшая биржа, блядь, да хуй-то там, блядь, самая лучшая биржа байвит, блядь, пизду ее. Ну, она неплохая, неплохая, но не лучшая самая, ребята. Так вот, откуда все они берутся, блядь, хуй просышь, блядь, то есть, и каждый хочет самореализоваться. О, гуру, ха-ха, Джеймис Крипто Гуру, ха-ха, тот еще тип. Кстати, биткоин-миллионер, этот еще таксист, блядь, блондинщик, блядь, ММ Крипто, тоже прикольный тип. Но все они заработали деньги, они заработали не на прогнозах и не на трейдинге биткоином, они заработали эти деньги, блядь, от холдинга, то есть, они их купили, оставили и перепродали, стали миллионерами. Вот и все. Единственный прогноз, блядь, по биткоину, это его купить, блядь, и через лет 5, там, условно говоря, 10 продать. Вот и все. Это связано абсолютно с любой криптовалютой. Но есть риски, что проект может закрыться, и это неизбежная тема. Так что, в целом, никакого прогноза по биткоину не существует, ни больше, ни меньше, чем шоу продажа анализа, блядь, технического по биткоину. Это продажа, блядь, скрытой рекламы. К примеру, там вышел какой-то проект, там, условно говоря, криптовалютный, то есть, его там в ролик вставляют, упоминают и тому подобное, да. И не более того, не более, блядь, люди, которые торгуют, говорю, на реальном рынке, на реальном рынке, они, блядь, не знают, сколько будет стоить биткоин. Да, где-то там галстуки надевают на себя, там, что-то умное там рассказывают, там, что-то где-то как-то, да. Но по факту, нихуя они не знают. Вот по факту, говорю, к сожалению или к счастью. Посыл видео-то какой? Не ведитесь на эти, блядь, прогнозы. Не ведитесь этой херней, не занимайтесь. Если уж вы решили заняться, вам нужно торговать конкретно здесь и сейчас. Никто не знает, сколько будет, блядь, биткоин стоить завтра, послезавтра, через неделю. Это предположение. Предполагать может каждый, абсолютно каждый. И сколько людей, столько будет предположений. И от того, что как красиво человек рассказывает, да, там, структурно, там, и тому подобное, это, блядь, ни о чем не говорит. Вы сами можете посмотреть, блядь, зайти, к примеру, в Facebook, найти, блядь, какого-нибудь бразильского трейдера, там, или, блядь, трейдера с Аргентины, который не хуже будет вам давать эти прогнозы, да. Просто, блядь, Google Translational, блядь, включить, записать это все, сделать свой канал и также рассказывать. И поверьте, на вас будут подписываться, я вам говорю так, как есть, потому что я знаю таких людей, вот, и выдавать эту информацию как за свою. То есть, и вас будут в жопу целовать и говорить, какой вы, блядь, хороший трейдер, как вы все красиво описали, как вы все красиво рассказали. Но по факту, изначально, все те, кто снимал вообще видеоролики по трейдингу криптовалюты, вы бы видели их первые ролики. Эти первые ролики, они были удалены, они были попросту ни о чемские. Там просто набор букв, о чем, кого, когда, хер пойми. Ох ты мой, ты Максим, блядь, Рябков, блядь, крипто. Ха-ха, золотая улыбка у него. Вот просто золотой человек. Так вот, прибыль, блядь, мне надо показать, что, блядь, ты зашел на биржу, условно говоря, с 500 долларами, ты зашел на биржу и в целом начал торговать на эти деньги и показывать прибыль там, условно говоря, раз в две недели, раз в три недели. Сколько ты с этих 500 долларов заработал? Но по факту этого нету, ни одного ролика нету, где вот, блядь, был создан канал, было закачано 500 или там 1000 долларов на свой аккаунт на биржевой и вот он говорит, вот я начинаю торговать, вот, 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 вот мои транзакции, вот непосредственно как я сделал, вот я заработал, либо здесь я просрал. Потому что, ребята, еще раз подчеркну, все дело в перепродажах, то есть и не более, не менее того, то есть люди когда-то заработали и сейчас снимают непосредственно эти видеоролики, но по факту даже 90% не может показать баланс. Но зато предлагают вам зайти в платный телеграм-канал, блядь, где вам будут рассказывать об очевидных вещах. Вот здесь даже, вот, как видите, на данном превьюшке, да, что ли, как будет, блядь, какой будет рост, да, откуда он, блядь, знает, какой будет рост, да, он может, блядь, вниз пойти, а может, блядь, вверх. Так как любой крупный инвестор, если выйдет непосредственно, блядь, с биткоина, биткоин может обвалиться и до 5000 долларов. Далеко ходить не надо. Виталия Бутерий недавно слил достаточно большое количество криптовалюты, которые ему отправляли разного рода проекты, да, и цена на них обвалилась там где на 70 тысяч, ого, блядь, 70 тысяч. Говорю, где на 70%, где на 50, там, где на 40%, то есть это только один человек слил. А если таких будет 500 или 1000 человек, то какая будет цена? То же самое, если мы будем опираться также на биткоин. Если будут выходить крупные инвестиционные фонды, крупные держатели по биткоину, блядь, он может упасть и до 1000 долларов. И от этого никто не застрахован, к счастью или к несчастью. Вот что я хочу сказать и донести. То, что не нужно принимать все эти прогнозы, блядь, как за последнюю инстанцию, на которую можно опереться, на которую можно положиться, да, вложить деньги, сделать точно так же. Большая вероятность, что вы потеряете деньги. С чего я это говорю, с чего я это взял? То есть в свое время общался с ребятами из Казахстана, вот в их телеграм-канале. И было достаточно большое количество обсуждений как раз-таки блогеров, да, то есть и очень много людей писали там, то, что я послушал того, я послушал... Я понял, я не буду называть эти YouTube-каналы, да, послушал того, послушал этого. Там он потерял, в рублях вам скажу, да, там 200 тысяч, там он потерял 300 другой тысяч, там другой там миллион потерял на фьючерсах. То есть, блядь, я думаю, молодцы, могете, да, блядь, купи ты эту криптовалюту, пусть она у тебя лежит, перепродай ее через год, через 5 лет или через 6 лет, все. Не трогай ее, купи, блядь, один раз и не трогай ее вообще. Вот только так люди зарабатывают на крипте, либо торгуют на спотовом рынке здесь и сейчас. И не более того, повторяю, все прогнозы, все это чушь. Все прогнозы эти построены на новостном фоне, не более, не менее. Новостной фон меняется каждый день, сегодня будет так, завтра будет так, Илон Маск написал там какой-то пост, все, цена пиздец изменилась, а вы вошли там, к примеру, в шорт. Или взошли в лонг, блядь, вас выкинуло нахуй, вы остались без денег. То есть, здесь и сейчас, а вот это все, это шоу, фикция, не более того, то есть, как, блядь, ой, блядь, нахуй, блядь. Ну, короче, Григорьич, ты меня понял, к этому вопросу я, надеюсь, уже больше не буду возвращаться, то, что все это шляпа полная. Ну, ладно, тебе здоровья и семье, всем удачи и до новых встреч.